Дорогие друзья, братья и сестры, прежде чем прочитать несколько слов из Священного Писания в этот праздничный день, я хотел бы всех вас сегодня поздравить с этим прекрасным светлым праздником, и хотя на улице прохладненько, можно сказать, и теплым праздником, который согревает сегодня наши души с воскресением Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос ищите Назарянина, распятого! Он воскрес! Его нет здесь! Вот место, где он был положен! Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. Знаете, слова ангела, которые были обращены к женщинам, пришедшим этим утром ко гробу, ищущим Иисуса Христа, эти слова ангела, они сегодня обращены и к нам с вами, и ко всем людям. Женщины искали Христа распятого, умершего. Они искали его избитое и израненное тело, чтобы намазать его ароматами, и не нашли его. Они не находят Христа. Сегодня по всей земле звучат эти дорогие нашему сердцу слова. Его нет здесь, он воскрес! Знаете, читая этот текст, я себе сравнил это с тем, что чья-то мать подходит к спискам погибших в какой-то беде или катастрофе, читает этот список, она знает прекрасно, что там находился и ее сын, и пробегая за плаканными глазами, она в страхе, в тревоге, в волнении, дочитывает этот список до конца и не находит своего сына. Не находит там его имени, и ее сердце наполняет какая-то надежда. Он жив. Ее сердце на ряду с тревогой, волнением наполняется надеждой на встречу. И это была великая радость для нее. Я думаю, что это прочувствовали даже больше того. Прочувствовали Мария, Магдалина, Мария Иакова и Соломия. В их сердцах, в их умах происходит то, что невозможно сегодня выразить словами или передать, передать нам с вами. Потому что они видели Христа распятого. Они видели Иисуса Христа умершего. Они положили Его во гроб. Они присутствовали при этом. Они видели Его бездыханное тело. Они трогали Его пробитые гвоздями руки. Они видели на Его лице уже, наверное, трупные пятна. И вот это страшное и ужасное зрелище. Знаете, не дай Бог, чтобы кто-то пережил подобное со своими детьми или родными, или близкими. Дай Бог, чтобы такого больше никогда не повторилось на земле. Но эти слабые женщины, о которых повествует Марк, они были свидетелями этого ужаса, жестокости и бесчеловечности. Можно только представить сегодня нам с вами их неподавленное состояние, когда они шли ко гробу. Было и духовное состояние их неподавленное и физическое. Они выходят из своих домов утром, когда еще не взошло солнце. Может быть, они и не сомкнули глаза этой ночью, идут по дороге, не разговаривая, тихо, и вспоминают о громадном камне. Камне, которым был привален гроб. Знаете, им нужно было подумать об этом камне, прежде чем выйти из дома. И тогда здравый смысл подсказал бы, что не нужно идти туда, ко гробу. Потому что кто отвалит камень? Не нужно было покупать ароматы, чтобы помазать тело. Тем более, там еще одна нерешимая проблема – это стража, которую поставили власти возле тела Христа. Но Библия говорит нам, что несмотря на все это, они идут ко гробу. Они утречком собираются и идут туда. Но придя ко гробу, что их удивило, камень был отвален. Камень был отвален от гроба. Путь ко Христу открытый. И особенно слова ангела удивили их. Его нет здесь, он воскрес. Его нет здесь, он воскрес. Я думаю, что они подумали, может быть, его похитили. Может быть, подумали, не дают покоя даже мертвому Христу. Но, знаете, те, кто ищет Христа, те искренне будут удивлены, каким чудесным образом исчезают вот эти трудности с ихнего пути. Одна из истин, о которой, на мой взгляд, говорит этот текст, чтобы найти Христа воскресшего, братья и сестры, надо увидеть Его распятым. Надо увидеть Его обезображенное лицо. Это сделали мы с вами. Это сделал грех. Надо прочувствовать то, что прочувствовали женщины. Надо поскорбеть и поплакать с Ним. Надо поплакать возле гроба, на Голгофе. Мы никогда не увидим Христа воскрешим, если не увидим Его распятым. Апостол Павел говорит в первое послание Коринфянам, «Я не знал ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого». «Я не знал ничего», свидетельствует апостол Павел. И для нас с вами сегодня ничего не знал, кроме Иисуса Христа, притом распятого. Знаете, Господь Иисус Христос, будучи на земле, Он никогда не стыдился говорить о Своем кресте. Он никогда не стыдился говорить о Своем распятии. Позор Его страданий не только не умаляет Его славы, но делает Его еще величественнее в наших с вами глазах. Христос не считал слабостью быть униженным, быть оплеванным, быть смиренным здесь на земле. Даже когда перед распятием мы вспоминали об этом дне в четверг, Иисус Христос собрался со Своими учениками в горнице, и по обычаю той земли того времени нужно было умыть ноги возлежащим. И все думали о себе выше, чем о ком-то из своих друзей. Все думали о том, что не я буду умывать ноги, мне должны умыть ноги. Кстати, некоторые и сегодня так думают. Но что делает Христос? Он тихонько встает, Он снимает верхнюю одежду. Библия говорит, Он опоясался полотенцем, и посмотрите, Он умыл ноги всем. Он умыл ноги всем ученикам. Он умыл ноги даже Иуде, который предаст Его, Он и Ему умыл ноги. Вот это сила Духа Святого, это пример для нас с вами. Так поступайте и вы, сказал Иисус Христос. Возвращаясь к нашей теме воскресения нашего Спасителя Иисуса Христа, хочется еще отметить, когда ангел обращается к женщинам, то вот те слова, которые он говорит им, они актуальны сегодня и для нас с вами. Ангел говорит им, идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее, там Его увидите. Знаете, наша задача, точно такая же, как в женщин, идти, сказать, идти, сказать тем, кто дороги нашим сердцам, идти, сказать нашим родным и близким, нашим односельчанам. Это первостепенная задача Церкви. Сказать о смерти Иисуса Христа и Его прекрасном воскресении. Сказать всем о том, что Он ждет, предваряет вас. Слово «предваряет» значит ждет вас там впереди. «Впереди увидите Иисуса Христа, и если вы пришли на служение, то идите дальше, идите вперед к Христу. Христос впереди, не возвращайтесь без Него обратно. Кому же говорить, кому идти, с кем делиться этой доброй новостью, а кто нас будет слушать?» Стих 10 говорит о Марии Магдалине. И говорит так, «Она пошла и возвестила плачущим и рыдающим». Она пошла и рассказала это тем, кто плачет и рыдает. Она это тоже делала. Она тоже плакала и рыдала. Но когда Христос воскрес, она пошла к тем, кто плачет и рыдает, чтобы утешить их. Братья и сестры, знаете, сколько сегодня есть тех, кто рядом с нами плачет и рыдает. Плачет от греха, который разбивает человеческую душу, человеческие сердце. Плачет от мира, который сегодня не дает стабильности, который сегодня не дает успокоения. И люди не могут найти счастье в этом мире, потому что счастье находится во Христе. Сколько сегодня людей плачут и рыдают сами от себя. Они не могут победить даже себя. Иногда плачем и от близких, и от друзей. И, знаете, Господь тот, кто не предаст нас. Господь тот, кто не обманет и не оставит. Поэтому сегодня, завершая свою короткую проповедь, я хочу обратиться ко всем вам и сказать вам, идите к Нему, идите к воскресшему Иисусу Христу. Библия говорит о том, что Он ждет вас, Он предваряет вас. Идите вперед, не возвращайтесь обратно, не оглядывайтесь назад, на этот мир. Там нет счастья. Мир вас не утешит. Мир вам ничего не даст хорошего. Вы разочаруйтесь в конце. Поэтому сегодня Христос говорит, придите ко Мне все, друждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Братья и сестры, дорогие друзья, хотите найти успокоение своим сердцам, хотите найти надежду для своей жизни, вечной жизни с Христом, Христос ждет вас. Слово Божие сегодня еще звучит на этой грешной земле, звучит для нас с вами. И для тех, кто уже покаялся, звучит для того, чтобы мы становились лучше, чтобы мы приближались ко Христу, а не удалялись от Него. Слово Святое сегодня звучит и для тех, кто еще в размышлении, Слово Божие говорит, что ныне, когда услышишь голос Его, не ожесточи своего сердца, приди к Иисусу Христу, склонись перед Ним на колени, отдай Ему свои грехи, отдай Ему то, что тебя мучит, что у тебя на сердце, отдай Ему то, что у тебя болит, и Он освободит тебя, Он даст надежду твоему сердцу. Поэтому пусть Господь благословит и поможет нам, точно так, как этим женщинам в раннее утро прийти к Иисусу Христу, склониться у Его ног, поблагодарить Его за Его смерть и за Его воскресение. А Ему да будет вечная слава. Аминь.